ВЫЛЕЧИТЬ ПОВРЕЖДЕНИЕ ОБЩЕСТВА, О КОТОРОМ Я ГОВОРЮ, НЕЛЬЗЯ СОБСТНОПОЛИТИЧЕСКИМИ МЕТОДЕМИ. ЕГО МОЖНО ВЫЛЕЧИТЬ ТОЛЬКО НА СОЦИАЛЬНОМ И КУЛЬТУРНОМ УРОВНЕ. Вот это и называется проснуться. И не будет никакого просыпания, пока эта атомизация не прекратится, и люди не начнут из этих растерянно обалдевших атомов превращаться в какие-то молекулы, отнюдь не только семейные, а потом в какие-то молекулярные цепочки, а потом во что-то еще большее. Вот пойдут эти процессы в обществе, начнут они приобретать существенный характер, будут они основаны на социально-культурных опамятованиях. Вот тогда изменится и политика. А если просыпания нет, а пока что его нет, но я надеюсь только на него, то очень важно, чтобы сохранилась сколь угодно несовершенная государственность, которая худо-бедно спасает спящих, но могущих проснуться от того, скажу еще раз, геоноцида, который наступит, как только исчезнет, это несовершенное, убогое, двусмысленное и одновременно спасительное нечто под названием Российская Федерация. А для того, чтобы это государство сохранилось, должны укрепляться позиции той части нашей элиты, которая пусть и свопиющей непоследовательностью, но все же решает две задачи. Две задачи. Первое. Отстаивание государства, пусть и во всей его скверности. Второе. Наращивание дистанции между этим государством и Западом, ибо сокращение дистанции абсолютно губительное. В сущности, это двуединая задача, являющаяся и спасительной для спящего населения страны, и судьбоносной в миру строительном плане. Я твердо верю в свою формулировку, согласно которой нынешняя Россия, это насквозь гнилое, очень проблематичное по своему состоянию бревно, которое запирает ту дверь, в которой ломятся силы ада. И это запирание двери возникло тогда, когда уже казалось, вообще Россия бог знает что, бог знает в каком нижнем состоянии, а вдруг ставить из себя стала она, а не Китай. Повторяю, пока не стала формироваться новая гражданская жизнь, пока не началась новая в ней элитная или контрэлитная социокультурная склейка, пока не укрепилось гражданское общество, пока не сформировалась новая имперская интеллигенция, пока эта интеллигенция не выстроила прочных связей, с народным большинством важно только одно, то в какой степени те или иные наши весьма несовершенные элитарии работают на решение двуединой задачи сохранения государства и наращивания дистанции между государством и Западом, а также в какой степени те или иные действия этих элитариев работают на решение данной двуединой задачи. А все остальное неважно. Не ищите других параметров. Смотрите на эти два. Все. А главное, борьба за то, чтобы все то, что пока что спит, проснулось, то есть склеилось, образовалось, структурировалось и так далее. Я ради этого живу и работаю. И я верю, что рано или поздно возникнут тысячи людей, которые будут вести эту работу, исходя из жизненной необходимости. И это будет практическая работа в обществе. А вот когда она окажется эффективной, все мягко, плавно и одновременно очень мощно изменится и спасется. А теперь о том, что есть в условиях сна. Даже самое про-государственное и антизападное крыло нашей элиты не может пока и не хочет проводить курс, предполагающий острую реальную конфронтацию с Западом. Потому что острую реальную конфронтацию с Западом можно осуществлять только, выдвинув мировой проект сверхдержавный, альтернативный тому, что происходит. А наша нынешняя элита вся не хочет никаких альтернативных заморочек. Она не хочет идентифицировать себя ни с какой альтернативой нынешнему мировому процессу. Она от этого устала. Это все советские штучки, социализм, то есть все пятое-десятое, хватит. И КПСС не надо. Живем, когда на нас наезжают, огрызаемся, на них наезжаем и ситуационно реагируем. А перейти в этот формат мы не хотим. Никто не хочет. Не самые патриотические из представителей этой элиты. Ни тем более другие. Ни Путин, ни силовики, которые многим видятся в качестве самого консервативного, а значит, прогосударственного, антизападного крыла нашей элиты, не хотят и не могут отвязываться от глобального тренда так, как я это описал. Мне просто, с одной стороны, нравится консервативное название «мировой процесс», а с другой стороны, я понимаю, что этот процесс уже не вполне исторический и так далее, и, наверное, лучше называть его глобальным трендом. Но как кому нравится, для меня это одно и то же. Так вот, просто так вот встать и в всеуслышание заявить. Не руки прочь от нас. Не правда-то наша такова. А мы, носители миссии, альтернативные нынешнему глобальному тренду. И миссия-то такова. Никто, пока миссия, я не вижу никаких симптомов того, чтобы хоть кто-нибудь из нашей актуальной элиты не заявляет и не готов заявить. Понимаете? Потому что боролись именно с теми, кто об этом сначала кричал очень убедительно, а потом бормотал с этой коммунистической номенклатурой. С нею боролись. Нет желания перейти в идеологоцентрическое общество. Нет желания вспомнить про все эти миссии. Нет желания развернуться снова во всю сверхдержавную мощь. Потому что, как только такие желания возникают, возникает страшная боль от того, что ты же все это имел и слил. И что теперь ты будешь это возвращать все на сокращенные территории при кошмарных потерях в совершенно другом обществе. больно это. Это так больно, что лучше недоопределяться, лучше что угодно говорить по частностям, только бы этого не сказать. Это не говорится хотя бы потому, что такое отвязывание от собственного прошлого требует сущностной идеологии, глубокой, страстной, убедительной, угаданной внутри этого пока что спящего общества. А вся та элита, которую я описал, замешана на ненависти к идеологии, которая была абсолютной прерогативой той КПСС, которую спецслужбисты ненавидели яростно и не без определенных оснований. Идиосинкразия к этой КПСС, а значит к идеологии, у этой элиты с этим ее прошлым, с этой ее идентичностью в крови, плюс боль по поводу утерянного. Кроме того, любая идеология ограничивает возможность ситуационного маневрирования. Ты сразу опознан. А, у тебя такая идеология? Значит, ты пойдешь туда. Нет уж, говорит эта элита, мы будем маневрировать. Россия очень слаба и выжить может только в отсутствии каких-либо ограничений на маневрирование. А вот куда хотим, туда и повернем. И, наконец, объективно на сегодняшний день нет никакой возможности, услышьте меня, объединиться с кем-то на основе альтернативной мироустроительной идеологии. Или того, что я называю альтернативным глобальным трендом. С кем вы будете объединяться на этой основе? Это не значит, что этого не должно быть. Мне так можно оказаться в одиночестве и все равно. Лучше это сделать, чем не делать. Но вы понимаете, какой это сильный аргумент? С кем вы будете в этом объединяться? И тут есть важнейшее обстоятельство. Китай не хочет подобной альтернативности. И уж тем более Индия. Не хочет этой альтернативности. Большая Азия и прежде всего Китай. Китай этого не хочет. Он хочет выиграть в рамках существующего глобального тренда. Услышьте меня. Потому что это определяет все, включая этот ковид и все остальное. И наше будущее. Китай хочет выигрывать в рамках существующего глобального тренда. Он не хочет выдумывать новый. И заявлять, что он является носителем этой альтернативы. А когда ему надо что-то говорить про стилизм или там про то, что он не достроен. Но он работает в рамках существующего глобального тренда. Это устойчивое желание. Все китайские элиты и Индия не хочет присоединиться к каким-то альтернативным трендам. Может, она отчасти была готова к этому в разгар советской эпохи. Да и то не слишком. Но уж не сейчас. Индия хочет реально, чтобы американцы использовали лед так же, как они использовали Китай. То есть сильно укрепили. Пусть они нас укрепят, говорит индийская элита. А потом посмотрим. Предположим, что президент России Владимир Путин решился бы на то, чтобы выпрыгнуть из коронавирусного глобального тренда. Но для этого надо выпрыгнуть из глобального тренда вообще. А выпрыгнуть из него можно только заявив альтернативный тренд. Утром деньги, вечером стулья. Утром альтернативный тренд, вечером альтернативная политика в области коронавируса. Дальше. Он пошел на это и сказал, что коронавирус создан в лаборатории. Между прочим, доказательств окончательных нет. 50 на 50. 50-50. Я крайне изумлен, что эти 50 убраны вообще. Хотя понимаю, почему. Но сказать, что 100% никто не может. Ну, предположим, это произошло. Что бы ему на это сказали? Ему бы в ответ на это сказали. А, это вирус создан в лаборатории? В чьей? Ты знаешь? Доказывай. Оперативно доказывай, как глава государства. Не гипотезы выдвигай. Доказывай. А если не знаешь, зачем вообще что-то говоришь? Ах, ты знаешь? Ну, выкладывай. Выкладывай. Кто погубил мир? И приноси доказательства на стол. Я повторяю, что их нет. Есть две равноценные позиции, согласно которой, одной он искусственен, другой нет. И чуть ли не каждый день те или иные нобелевские лауреаты, те или иные авторитетные медики, те или иные влиятельные представители политических сил говорят, что коронавирус искусственен. Но это тут же начинает яростно опровергать. Но одно дело свобода этой дискуссии и формирования общественной точки зрения, а другое дело государственный неумолимый тезис. Потому что сказал А, скажи Б. А сказав Б, объявляй войну. Демону. А все остальные это идут в сторону. А политик, сказавший, вот оно, такое, как оно, есть, и я по этому поводу приношу доказательства и буду вести себя сообразно, может оказаться в непростом положении в отношениях с Китаем. Потому что Китай совершенно не хочет настаивать на американской искусственности. Китай настаивает на том, что искусственности нет. Это ему выгодно. И тут опять-таки главный вопрос, в чем осмысленность этих действий Китая? Потому что меня спрашивают, ну вот там Запад, Тыр-Пыр, он тот, иной действий. А Китай-то? Я вам еще раз объясню. Китай хочет стать первым в рамках существующего глобального тренда. И ради этого он готов к очень сложному диалогу с США. А особенно с американскими демократами, которые отстаивают нужный Китаю глобализм. Китай совершенно не против, чтобы Трамп полетел кверх тормашками. Возможно, что позиция Китая изменится, что он сообразит, что на него давят нешуточно. Но у эта позиция Китая неизменно, а китайское общество очень инерционно, и элита тем более, и консервативно. С конца 80-х годов 20-го века, со времени утверждения модернизационной стратегии Дэн Сиалпина, китайцы очень не любят менять стратегию. Китай твердо вознамерился вписаться в глобализацию и выиграть глобализационный тренд. Он не протестует против глобализационного тренда. Он не говорит, что это антихрист. Он играет по правилам этого тренда во всем. В цифровизации, в акцинизации, карантинизации, свободе мировой торговли, свободе передвижений, во всем, потому что ему это выгодно. Что именно сделает Китай, когда победит в рамках данного глобального тренда, и может ли он победить в этих ему навязанных рамках, это отдельный вопрос. Но что никогда не волновало никакую китайскую элиту, так это некое наращивание несвободы рядовых китайцев. Это не свобода, обоснованная Конфуцием и многими другими, записана в китайском культурном коде и связана со многим, между прочим, в том числе и с цикличностью, лежащей в основе всей китайской метафизики и всей китайской культуры. Китайское общество может вбирать прогресс и побеждать, но оно не хочет истории. В ядре своем ее не хочет, потому что считает, что все циклично, и это правильно. У китайского руководства есть возможность как угодно запереть свое население на любой карантин, причем на раз и население это поддержит. У китайского руководства есть и эта поддержка основанная на том, что в Китае живут китайцы и административные возможности в виде суперпартии и всего остального. А у нас нет ни одного, ни другого. Кроме того, постсоветская Россия очень сильно вписана в конкретные слагаемые глобального тренда. Рядовому гражданину даже трудно представить себе, насколько сильно. Кое-кто верит, что он и впрямь пьет русский квас и другие русские продукты. На самом деле у нас остались максимум религенты своей пищевой промышленности. А основной частью промышленности, настаивая на этом является, иноземные правокомпании. Они производят пищевку у нас сейчас. То же самое с фармацевтикой и многим другим. Очень многим. Нам двигаться в тренде опасно, но резко рвануть в сторону. Во-первых, никто не хочет, а во-вторых, тоже опасно. А теперь что происходит? Мне скажут, что вы даете эти общие картины, а вы говорите конкретно. Я говорю, без общей картины никакой конкретики нет. Что устраивает Собянин в Москве? Он хочет быть прямо в тренде, ориентируясь на то, что в мире происходит. И знает он про этот тренд не понаслышке, потому что тот мир, который я описываю, очень плотно интегрирован на уровне элиты. Но Собянина даже не интересует, насколько правы те, кто устраивает ковидный экстаз. Он просто видит, что это очень могучие мужи, могутные хочется сказать, вполне понимающие, каков глобальный тренд, сами его организующие, и все, что он хочет, это им подражать. Быть правовернее этого Папы Римского. И это называется политический мемезис. А вот то, как именно он этому подражает, зависит от его компетенции, его бюрократии, имеющейся у него административной и медицинской инфраструктуры, которую он же сам обкарнал, его экспертного окружения, который сует ему сразу же доклады Фергюсона и других, и его возможности понять что-нибудь происходящим. Понять, понимаете, понять, это значит, даже не имея компетенции, откуда ей взяться, разобраться в том, кто имеет и на кого ориентироваться. Всего этого страшно мало, а политический инстинкт подсказывает, что вялость проявлять нельзя, а административный раш можно и должно, а он умеет его проявлять. И вдобавок есть святая вера в то, что свет идет оттуда, и если там что-то делают, то у них есть основания, надо делать это, все остальное от лукавого. Теперь, что делает Путин? Он делает то же, что и Трамп, неужели не видите? То есть, он не доверяет ковидному экстазу, чувствует в этом экстазе подвох, ощущает, что, помимо прочего, это подкоп против него самого, но при этом резко дернуться в сторону не желает, понимая, с чем он столкнется тогда, убийца людей, и нельзя заткнуть все эти рты, включая глобальные, не отмежевавшись от существующего глобального тренда, не выйдя из него, даже наращивание дистанции между Западом и собой, это еще необходимо, но недостаточно, это замечательно с моей точки зрения, ну нарастил, дальше ты что? Это на уровне скалеров, ты здесь, ты здесь, а ты на уровне векторов мне что-нибудь объясни, все туда, а ты куда? Это же важно, это же даже не идеология, это миссия, это глобальный тренд, скажут, а вот Лукашенко дернулся, ну дернулся, дернулись несколько небольших стран, как Швеция, отдавая себе отчет в том, что мощного противостояния внутри таких стран не будет, что Западу не до них, и что они погода не делают. И я коронавирус этот называю не иначе, как психозом, и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило. Абсолютно убежден, что это очередной такой же психоз, который будет на руку кому-то, а кому-то и во время. Почему я себя так веду? Потому что я абсолютно убежден, что мы можем пострадать больше от паники, нежели от самого вируса. Есть небольшая страна, за ней не такой присмотр, хотя, конечно, он есть. Она внутренне очень консервативна. Беларусь очень консервативная страна. Там есть какие-то либероидные группы, и конечно, ее тоже кто-то хочет раскачать, но в целом она очень консервативна общественным планом. Глаз на тебя особо не кладут. Погоды ты не делаешь. Россия не Беларусь и она и глубже завязывала и другое население, и другая структура интеллигенции, и другая структура международных наблюдений, и многое, многое другое. А значит эта страна вовлеченная в глобальную эмру, и она может либо играть по альтернативным правилам во всем, либо начать маневрировать. Собянин маневрировать не будет, он будет вот прямо вот в десятке, что сказали на Западе, то и делаем здесь. Мощно, дружно, вперед, раки за спину там, все по очереди и так далее. Путин будет играть в пределах того же глобального тренда, но с оговорками, как и Трамп. Собянину хотелось сыграть с еще меньшими оговорками, но не напрягая Путина. Когда он понял, что он уже его напрягает, он взял под козырек. Но это два политика, которые в одну и ту же игру хотят играть с большими и меньшими оговорками. И Трампы, какие-нибудь там альтернативы умы, это опять то же самое с большими и меньшими оговорками. Устроить маленький пикник на обочине тоже не то. Все, что может быть, это сказать прямо игра в коронавирус. Не важно даже искусственные или естественные. Это часть ужасного глобального тренда, в который вписываться нельзя. мы в него не вписываемся и предлагаем миру другой тренд на свой страх и риск. Ну, так вот, пока даже на горизонте нет признаков чего-то подобного, а без этих признаков все будет ковидной игрой с большими или меньшими оговорками. мягче, жестче, но то же самое. В последний раз об альтернативной игре всерьез говорилось на каком девятнадцатом съезде КПСС. Не на двадцать пятом. Да и то с ялтинскими оговорками. С тех пор никто про это не говорил с настоящей убежденностью. И в этом трагедия человечества. И уж меньше всего это можно требовать от элиты который хочет того или иного вхождения собственной страны в западную цивилизацию. Сначала полный отказ от этого вхождения с заявлением другого курса, а не с отмежевыванием только. Повторяю, отмежевывание замечательно, но его недостаточно. Вектор другой, вектор. Причем с такой же силой, как в случае Пакта Молотов-Риббентроп. А потом другое отношение к коронавирусу. При том, что повторяю, никаких окончательных суждений ни по поводу его искусственности, ни по поводу его естественности. Нет, и не может быть. Многое говорит об искусственности. Если с каждым днем обнаруживаются его все новые и новые сенсационные качества, которых природе до этого не было, то что это за фигня такая. Природа матушка штука очень консервативная. Чего-то она вдруг взбесилась-то. Почему лаборатория взбесилась-то? Понятно, если там биологической войной занимаются, а природа чего-то взбесилась? Это все говорит о том, что вполне может быть эта искусственность. Но даже если ее нет, дело же не в ней, или точнее не только в ней. Дело в том, что этот ковид ломает жизнь. Явным образом ведет в ад. И этому надо противостоять. Но этому можно противостоять, только заявив, это пагубный глобальный тренд, и все равно, кто им идет. Да хоть бы и все. А вот это наш путь. Но заявив это, или ведя поправки конституции и готовясь заявить это, надо наращивать быстро автархию в том, что касается медицины, фармакологии, пищевой промышленности, всего самообеспечения в целом, культуры, информации, элиты всего. Если это не начать наращивать, то никакая риторика не может быть средством спасения от того врага, который наползает на нашу страну и человечество. Повторяю еще раз, пока что есть определенный глобальный тренд, и альтернативой ему не пахнет. Наша элита в том виде, в ком она существует и в каком она была создана за все постсоветские десятилетия, да и позднесоветские только ориентируются на этот тренд. Пока есть только этот тренд, и наша элита ориентируется на него, с оговорками или без, будет происходить то, что происходит. В силу своей прагматичности наша элита до сих пор уверена, что западная тоже прагматична, и что с ней поэтому можно договориться. Откуда такой пиетет перед тем же Киссинджером? Он для нашей элиты являлся воплощением прагматичности и договороспособности, даже кондоминимум какой-то, да? Но к власти это на Западе рвутся вовсе не Киссинджеры, к власти рвутся, и я покажу это в данной передаче, оголтелые идеологические фанатики, жаждущие нашего истребления и порабощения человечества. Этот глобальный тренд, от которого мы не хотим отказаться, этот цыпленок, оказавшийся в когтях этой части глобальной элиты. И вряд ли уже кто-то вырвет его из таких когтей. Наша элита этого не понимает. Она будет меняться только под огромными давлениями. Только тогда тот сегмент этой элиты, который ориентирован на вхождение в Запад по частям отпрыгнет так, как отпрыгивали в конце перестройки советники Горбачева, швыряя ему на стол свои удостоверения. Только тогда начнется массовый элитный исход. Он начнется в окрестности катастрофы, при ее очевидности и по соответствующей западной отмашке. И вот тогда либо жуткий проигрыш, либо какие-то новые перспективы. Все остальное в частности. Если честно, то шансов на спасение России при нынешнем глобальном тренде вообще-то очень мало. Но если они есть, то в моем понимании эти шансы задаются новыми социокультурными склейками вне элитной части нашего общества, в том, что можно назвать упрощенно, гражданским обществом. Вот кое-кто из замечательных людей, откликающихся на мою передачу, начинает восклицать. А как же наше-то? Да что там начальство-то? Да господи-то! Да не от начальства сейчас все зависит. Я вам все, что мог, про начальство рассказал. От вас все зависит. От того, проснетесь ли вы. И что вы начнете делать? С собой, со своими малыми величинами, со своей жизненной правдой, со своим взглядом на жизнь. Вот там, в каждом из вас, в вашем просыпании погибели России, или по спасению, а не в начальстве. Откажитесь от этих патерналистских упований. Пока что даже развлечение добра и зла у меня представляется маловозможным в спящем обществе. Оно же спит на бегу, спит лихорадочно. Вот есть Путин. И по его поводу высказывается много суждений. А альтернатива это кто? Как страна героев-то выбирает? Так, как она их выбирала в начале кризиса на Донбассе? Сидел супчик с прудовным видом. Что-то бормотал. Малоразумительно. Потом сбежал. Потом хотел бежать дальше. Все что оралишь? Вот он, спаситель, герой. Почему? А потому что спящие. Приятно с чем-то идентифицироваться, находясь в полусине. Сейчас не то же самое происходило. Где у вас глаза? Спрашивает Гамлет мать, показывая ей различия между ее первым мужем, его отцом и убившим своего брата королем Клавнием. Этот вопрос носит очень каверзный характер. Он не только политический, он чуть ли не метафизический и при этом судьбоносный для политики, потому что у спящего человека нет глаз, способных видеть правду. Я все это помню по коллизию в Донецке, когда спящие узрели героев предателей ничтожеств. Это же не я к отдельному случаю цепляюсь, это же происходит регулярно. А с Ельцином что происходило? Что? Я на жители, представители нашей технической научной интеллигенции, ну посмотрите на него, ну я его знаю по горкому. Ну что вы в него вцепились, ну что вы в нем нашли? Сон на бегу и идентификация. Вся! Спаситель. А что с Горбачевым не это происходило? Потом не орали горби-горби, потом не начали орать пятнистый? Да это же постоянно! Это же ужас какой-то! Не смейте лишать нас наших иллюзий. Никогда не прощу Кургняну, что он оказался прав. говорил один из таких спящих. Когда в Донецке все стало совсем очевидным. И что опять 25 за рыбу деньги? Вы видите такого-то, даже не буду говорить кого. У него на лбу написано, что он ничтожество и никогда не сделает ни одного шага без чьих-то указаний, что он может напутать указания и все. Но во сколько вы спите, то свои сонные ожидания вновь делегируете кому-то, такому-то, такому-то. Надо проснуться, понять, что в воздухе пахнет гарью вовсю, что во сне можно концы отдать. Знания нужны, чтобы проснуться. И знание ничего не значит без бытия. Только соединение знаний с бытием имеет какое-то значение. Обретение бытия, то есть способности к развлечению и действию, это процесс болезненный, но на него надо решиться. И надо отличить такую решимость от готовности видеть сны про то, что ты просыпаешься. Начнется в условиях мощной ковидной истерии исход из мегаполисов. Начнут люди думать о том, как им свою жизнь обеспечить вместе с другими родственными душами. Начнется расширение этого круга родственных душ, дальше собственной семьи. Начнется какая-то гомогенизация отношений и в семье, и за ее пределами. Вот тогда большая политика начнется. Но поскольку я верю в знания как средства пробуждения и есть запрос на них как надежда, то продолжу анализ ковидного безумия, понимание смысла, которого крайне важно для того, кто хочет разобраться не только в глобальной, но и в нашей внутренней политике, при том, что одно теснейшим образом связано с другим. Как связано, а неужели не ясно? Наш олигархат и довоз Гейтс это единое целое, и наш олигархат прочнейшим образом связан с тем сегментом элиты, который ориентирован на вхождение по частям, то есть на капитуляцию перед Западом, и на то, чтобы продолжить эксплуатацию разделенной России уже в качестве стопроцентной колониальной администрации. Мы будем там администрации, пусть колониальная, пусть разделят, но такие люди, как мы, понадобятся. Это так или не так? Так. Западная фармацевтическая промышленность доминирует в том, что касается производства медикаментов в нашей территории. Она это делает, будучи никак не вписанной в нашу политическую элиту? Об этой вписанности кричат на каждом перекрестке. Справедливо кричат или в рамках конкурентных игр отдельный вопрос, но ведь кричат. Чем являются многие лекарства, которые говорят, что они наши? Это в лучшем случае дженерики. Поэтому давайте исходить из необходимости строить другое будущее и одновременно соотносить настоящее с тем, что мы имеем. Перефразировав Сталина, можно сказать, что у меня для постсоветских граждан, проголосовавших за Ельцина на референдуме 1993 года других элит, кроме нынешних, НЭТ, а раз так, то еще более актуален вопрос о том, кто именно из этих элит занимает какую позицию в мировой коронавирусной игре, являющейся частью совсем большой игры. Кто на сегодняшний день является приобретателем неких новых возможностей, дарованных ковидным экстазом? Ну, например, это Джо Байден, который в результате ковидного экстаза сильно обогнал Трампа, и при раскрутке следующих волн этого экстаза может выиграть у Трампа. Это цена этого выигрыша триллионов пятьдесят, если не больше. В США существует два крупных конкурирующих агрегатора соцопросов. RealClearPolitics и FiveThirtyEight RealClearPolitics был основан бывшим президентом Ассоциации Корреспондентов Белого Дома, политологом Гарвардского университета, Кардом Кенноном и политическим обрезревателем Томом Беваном, работающим как с Fox News, то есть с консерваторами, так и с CNN, MSNBC и так далее. В 2015 году коллектив сайта выкупил его у бывшего партнера журнала Forbes, которому ранее принадлежал контрольный пакет. И вот этот самый RealClearPolitics это один из агрегаторов соцопросов. Очень важный. Теперь другой, конкурирующий с ним. FiveThirtyEight основан экономистом статистикам Натаниэлом Сильвером и принадлежит корпорации Диснея. Оба агрегатора работают по похожей методике, отслеживая опросы разных социологических агентств, таких как Pew, Rammonson, Fox News, CNN и коллектив университетов. По данным RealClearPolitics Байдену удалось с 24 февраля по 21 июня 2020 года более чем удвоить свой отрыв от Трампа с 4,3% до 9,8%. Никаким агрегаторам верить нельзя. Но если это так, понимаете, что все было сделано ради этих 5,5% потому что в них судьба, триллионы, мировая власть и глобальный тренд. По данным 5,38 Байден в конце февраля опережал Трампа на 3,8%. В конце июня отрыв Байдена уже составлял 9,6%. Вот ради чего вы сидели в квартирах. А думаете, нет? Все куры во всех курятниках считают, что они живут не для сациви, а для чего-то другого. Как мы видим, данные обоих конкурирующих агрегаторов по динамике рейтингов Трампа и Байдена очень похожи. Рейтинг Байдена в течение 20-го года всегда опережал Трампа, но за последние несколько месяцев заметно серьезное и решающее нарастание отрыва Байдена от своего конкурента. Это не значит, что Трамп обязательно проиграл. Никто не знает, как отреагирует американское большинство. Что такое рядовая Америка? Это не важно. Но пока что эти 5% куплены, удвоение произошло и чего бы ради этого не подержать несколько миллиардов людей в квартирках и не грохнуть промышленность. Делов-то. А что же Трамп? Он не может этого не понимать. Неужели же понимая это, он согласится соучаствовать в следующих волнах ковидного экстаза, тех волнах, о которых все говорят? Трамп скован по рукам и ногам определенными силами. И я намерен в этой передаче обсудить, каким именно. Трамп проигрывает в любом варианте. Если он закрутит гайку под названием новая волна ковидного экстаза, то на него обрушится критика противников, обвиняющих его в том, что он это плохо делает. Но если он начнет сопротивляться новой волне ковидного экстаза, то его смет тот. Потому что противники обвиняют его в том, чтобы погубил огромное количество людей. Поэтому Трамп с одной стороны делает из-под тяжка все, чтобы избавить США от новой волны ковидной истерии, а с другой стороны настаивает на спасительности смертельных для него карантинов. Ничего не узнаете в этом по нашей политике? Трамп говорит о том, что они спасли миллионы жизнью американцев. Кто ему про эти миллионы сообщил? Неужто все тот же Фергюсон? Так буквально он. Буквально. Та компания, о которой я говорю, она ему это сказала. И он-то уже озвучивает. А чем делать? Зачем ты нас запер? Я вас спас. Но как-нибудь давайте все смягчим. Слушать тут скажи, что не надо, там не надо. И спать не так, чтобы прооруд, что я готов ради своих выборов миллионов людей угробить? Не надо. Не надо. То же самое происходит в большинстве других стран. Очень трудно оказаться не вовлеченным в ковидное безумие. Во-первых, потому что если уж его у тебя в стране раскрутили, то можно лишь откликнуться на эту раскрутку определенным образом, при этом минимизируя данные обстоятельства. А что значит, если уж его раскрутили? Коль скоро в стране есть силы, которые хотят это раскрутить, то они и раскрутят. А поскольку раскруткой занимается еще международная система средств массовой информации, а также международное профессиональное сообщество, а также фарма и прочее, то раскрутить можно все, даже не имея особо рьяных раскрутчиков внутри страны, а можно их приобрести. Но если нужно, то раскрутка может происходить и извне. Я имею здесь в виду не Трампа, как вы понимаете, а наша многострадальная отечественная. Для того, чтобы уберечься от этой раскрутки, нужно, повторяю, иметь либо пониженную восприимчивость население и не находиться в числе главных территорий раскрутки или отвязаться до конца и заявить об альтернативной миссии, о том, что весь глобальный тренд гадость, ковидные дела, часть этого тренда и особо ядовитая гадость. Но это не Трамп, не Сидзипинь, не Путин, пока что это никто. И все ориентируются, во-первых, на внутренние обстоятельства, а во-вторых, на внешние, потому что ко внутренним все не сводится. Когда я сказал, во-первых, я имел в виду раскрутку внутри твоей стороны, как собственную органическую внутреннюю, где есть свои базарные группы, так и транслируемые извне, когда базар на твою территорию приносят другие. Это все во-первых, а во-вторых, к этому все не сводится. Возможно, китайцы, повторяю, и могли бы затормозить раскрутку ковидного аварова на своей территории, но они очень быстро раскусили что к чему и поняли, что если они не будут эффективны в том, что касается борьбы с ковидом, есть он, нет, не важно, то на них вызверятся с запредельной силой. А это крайне нежелательно в рамках нынешнего курса компартии Китая. Это с давних времен нежелательно, как только от маизма отошли. Поэтому Китай начал оглядываться, что бы ему такое сделать, чтобы гады, занимающиеся раскруткой, вызверлись на него не с предельной силой. Он думал, думал и понял, что надо сделать. Надо возглавить процесс. Если ты не можешь его отменить, надо возглавить. И он возглавил. А у него возможностей до и больше, как ни у кого. Видите, какие мы. И что вы нам на это скажете? Вы нам скажете, что мы дикие азиатские звери, которые убивают людей, нас мрут, а мы скрываем? Нет! Мы люди, которые так закрутили гайку, как никто. Мы выиграли, мы произвели лекарства, мы даем их миру. Ну и теперь что вы будете орать? Про лаборатории только пикните про них, про наши. Мы вам впарим ваши. Так что давайте без этого. Все естественное. И мы впереди планеты всей. Для того, чтобы сменилась китайская стратегия победы через элительство в глобальном тренде, должно произойти нечто совершенно необыкновенное. А пока не произошло, китайцы будут ковидничать не меньше, а больше, чем США. Доказывая, что они чемпионы во всем. И в производстве электроники, и в ковиде. Во всем. Входь до вакцинизации. А также, что их нельзя превратить в адский очаг всемирного губительного заражения. Значит, вопрос совершенно не в том, почему китайцы ведут себя так же. Это понятно. Вопрос, кто организует тренд, кто хозяин, в чьих когтях какого коршуна находится цыпленок под названием глобальный тренд. Вскоре я начну разбираться с когтями и этим коршуном. А пока признаем, что банкует сам тренд, что цыпленок тоже ничего себе. Кто-то подчиняется ему, потому что хочет быть первым, кто-то подчиняется ему, потому что хочет в нем выжить, кто-то понимает, что на него не слишком сильно давят, а народ у него спокойный и отъезжает в сторону. Кому-то на роду написано быть на обочине тренда в виде относительно малых и причиняющих особых неприятностей стран. Кому-то в глобальном тренде отведена роль относительно независимых слагаемых. Не в этом дело, главное в тренде. СССР очень долго был не в тренде и до какой-то степени обладал собственными возможностями трендирования. Причем альтернативными тем, которые использовал антисоветский мир. Вот это и было спасением для его граждан и для мира. Но это в прошлом. Крах СССР был порожден отказом от своего глобального тренда. Этот же отказ можно именовать по-разному. Поражение в холодной войне, вхождение в цивилизованный мир и так далее. В любом случае, Российская Федерация в ее нынешнем виде, при наличии той элиты, которую я описал, а другой у нас нет, выпиющим образом не готова к тому, чтобы предъявить миру некий альтернативный тренд. И на уровне ценностей, и между прочим, на уровне образа жизни. А готова ли к этому население? Российская Федерация сначала безропотно подчинялась тренду, а потом стало, что называется, маневрировать потоки. Это было видно. При этом Российская Федерация конечно двигалась по течению потока, он же глобальный тренд, но уверяла себя, что нет одного течения, а есть несколько течений, и тут можно что-то выбирать. На самом деле течение одно, и движение в нем абсолютно губительно. Нам, например, внушают, что некая цифровизация это неизбежность вытекающая из технического процесса, и что можно только подчиниться этой неизбежности и постараться не оказаться изгоем, которого в условиях цифровизации ликвидируют. Но цифровизация это не неизбежность, а нечто другое. То есть в какой-то степени она, конечно, неизбежность, если рассматривать ее как компьютеры, мобильные телефоны, гаджеты и так далее. Есть неизбежность, виден ружей, пушек, пулеметов, аэропланов, радио, мир меняется. Но дальше ты что? Реагируя на такую позицию неизбежности, Александр Блок писал в своей замечательной поэме «Возмездие». Что ж человек за ревом стали, в огне, в пороховом дыму, какие огненные дали открылись взору твоему, о чем машин немолчный скрежет? Зачем пропеллер воя режет туман холодный и пустой? Этот вопрос ребром стояв и во времена Блока, понимавшего, что отсутствие соразмерности человеческого развития и технического прогресса порождает гибель цивилизации, а не переход в новую форму. Миллиарды спящих деградируемых этим трендом могут только убивать друг друга и умирать. Значит, вопрос о человеке важнее вопроса о цифровизации. И этот вопрос имеет прямое отношение к аналитике ковида. Кто кроме фармацевтических компаний выигрывает от ковида 19? Ну, понятно, те антитрамповские силы США, которые разыгрывают ковидную карту против неудобного американского президента. Но ведь не они одни и не одна фарма и даже не только они, фарма и бизнес весь, которому оказывается триллионная помощь. Есть же что-то другое, что знаменует собой самоизоляция. Огромное увеличение степени прикованности к интернету. К тому, что я когда-то в одной из своих работ называл уже даже не виртуальным миром, а виртуальной землей или виртландом. Дистанционное образование порождает еще большую прикованность к тому же виртланду. Причем речь идет о прикованности простейшей и очевиднейшей. Все, сел, работай. необходимость заказывать себе все необходимое в условиях дистанцирования приводит к тому же самому. Заказывай через виртланд. Изменение образа жизни приводит к тому же самому. Теперь живи в виртланде. Уткнись в компьютер и не дыши или дыши ровно. То есть самый очевидный, главный выгодоприобретатель от ковидного экстаза виртланд. А тут еще данные собираемые бюрократией для того, чтобы карантинно окормлять граждан. Куда они поступают? Ну в виртланд. Что такое бюрократия? Государство маломощно по отношению к виртланду. Принадлежит ли России Яндекс? Это отдельный вопрос. Но то, что этот Яндекс кроха по отношению к мировому виртланду, очевидно. Яндекс это даже не сотая, это тысячная часть виртланда. У Яндекса капитализация порядка десяти миллиардов, а совокупная капитализация виртланда многие триллионы. И повторяю, чей он этот Яндекс? Это отдельный вопрос. Посмотрите, кто бешено обогатился за последние карантинные месяцы. Это прежде всего миллиардеры из виртланда, занятые обхаживанием потребителя, которому навязан новый образ жизни, обслуживание этих новых тенденций. Может быть, ты бы сходил в ресторан приятно и как-то без виртланда. Так ведь нельзя обращайся в виртланд, и в магазин сходить нельзя, обращайся в виртланд. Детей хочешь учить? Обращайся в виртланд. Досуг тебе нужно? Черпай его из виртланда. Хочешь знать о новых напастях? Иди в виртланд. А куда еще? Как говорил герой Достоевского, коли идти больше некуда. А что происходит в виртланде? Он что, просто пассивно предоставляет услугу? О! Я, к примеру, не верю в скорое пришествие, полное управление мозгами людей с помощью вживленной в них электроники. Это еще когда-нибудь наползет на человечество, но не прямо сейчас. Not yet, как говорят наши друзья англичане. А вот другая это напасть поблизости уже сейчас и в ближайшем будущем. Огромные ВМ с резко возросшими возможностями обрабатывают не только ту информацию, которую собирает государство. Это часть вопроса. Крупнейшие хозяева виртланда обрабатывали и будут обрабатывать в нарастающем количестве ту информацию, которую вы им адресуете. Вплоть до индивидуальной семантики, стиля жизни, психологических деталей и многого другого. Конечно, это еще только одна из промежуточных стадий порабощения, но наличие таких данных в огромном количестве стремительно перерабатываемых это такая власть, что дальше некуда. И это все уже маячит на горизонте. Мы уже фактически в это влезли. А все остальное возникнет на других этапах развертывания того же глобального тренда, который нацелен на то, чтобы залолоть человека в предельно контролируемый виртвенд. И там человека сначала раздавить, а потом уничтожить. Вот что такое всемирное абсолютное господство виртванда как результат движения в направлении, задаваемый этим самым глобальным трендом, который не существует сам по себе, а находится в определенных когтях. Ну а когтях чуть позже. Сперва о виртланде. С одной стороны, человек начинает все больше приносить в дар этому самому виртланду. С другой стороны, человек будет меняться так, что он сможет все меньше сопротивляться виртланду. С третьей стороны, его всякого рода страхами будут загонять виртланд, а с четвертой стороны, страхи будут размягчать мозг, а одиночество, навязанное страхами, разрушать душу. Оп, и все. Это вам не триллионы долларов, это власть. Вывод один. Нынешний глобальный тренд, он же виртландизация несовместим с человечностью. А раз так, то у него есть полное право именовать себя погибелью. А от погибели надо спасаться. В ней жить нельзя. Никакого другого взгляда на происходящее не может быть, коль вскоре люди не негодуют по неким частным поводам, но хотя бы по поводу этого ковидного экстаза, а хотят разобраться с происходящим для того, чтобы проснуться. Никто не проснется, пока не ощутит погибели целостно и не отреагирует на нее с предельно незаполошной страстностью. Но полуразрушенный, спящий человек не может бурно отреагировать на погибель. Он как-то дергается во сне, не более того, он в таком же сне делает вид, что борется с погибелью. А главное, он пережить ее по-настоящему не может. У него уже отчасти поломан эмоциональный аппарат. Он эмоций боится, потому что хрупок и подозревает, что эмоции включившись на полную мощь, его обрушат окончательно, а не спасут. Значит, он не спасается, а дергается, причем по тем или иным частным поводам. А масштаба погибели пережить, а значит и понять, не может. Не понимая этого, не имея возможности это по-настоящему пережить. Он не может по-настоящему отвратиться от погибели. И все время при этом грозит во сне некому погубителю железной рукой народного гнева. Нужно очень глубоко спать для того, чтобы бормотать нечто по данному поводу. И нужно совсем не понимать меры погибели и мощи ее, чтобы так бормотать. Бормочущих могу спросить об одном. Вы уже отдали на погибель своих детей или собираетесь это делать в скорости? Что вы собственно с детьми собираетесь делать? Только не вот так, а вот прямо ответьте на вопрос. И кто вы такие, чтобы с ними что-то делать? Вы сами обладаете бытием? Вы-то проснулись или вы сломлены? Но предположим, вы проснулись и что? Вокруг разлита погибель. Вы запрете до ребенка дома? Не будете отправлять его в детский сад и школу? На улицу ему запретить и выходить? А как он будет проходить социализацию? И кем он будет без нее? И когда он начнет против этого бунтовать? Какие формы примет бунт? Что вы с этим будете делать в условиях, когда связаны по рукам и ногам всеми вариациями на тему ювенальной юстиции? Вы постараетесь создать для ребенка полноценную альтернативную среду? Ну что ж, вы герои. Вот это-то и есть начало гражданского действия, простейшее. Но как вы ее будете создавать? Как вы ее защитите психологически, социально, экзистенциально, смыслово? Для этого надо иметь некое единое целое, как долго оно просуществует при вашей невооруженности? Две недели, три месяца? И как скоро в вас самих заработает все то, что навязал победитель в холодной войне, который спланировал порабощение через растление я и в существенной степени не преуспел? Но самое главное, это треклятый тренд. Он стал господствующим после краха СССР, а разрушали СССР не для того, чтобы установить рыночную благодать, а для того, чтобы скрутить человечество в неслыханный бараний рог. И ковидная эпопея лишь один из этапов подобного скручивания. Виртланды и прочие рога. Но кто же хочет так скрутить человечество? Это ведь не сам тренд хочет, а тот, в чьих когтях этот тренд явным образом оказался. И кто же этот коршун? При всей важности игры фармацевтических компаний, которые я уже описал и продолжу описывать в этой передаче, не к ней все сводится, повторяю, у этой игры есть какие-то другие, еще более мощные раскручиватели, идти надо последовательно, от мелкого к более крупному. Причем эти раскручиватели не абстрактные, про которые можно сказать за кулиса и так далее, а более конкретные. И обсуждать их конкретность нужно опять же конкретно, а не на уровне общих слов. Я обещал, что данной передачей займусь именно этим и выполняю данное обещание. Чем хотят сделать COVID-19 те, кто его раскручивает? Очевидным этапом сворачивания в бараний рог. Через что некоторые вполне конкретные силы предлагают реализовывать такие новые этапы скручивания в бараний рог, оно же дегуманизация, оно же посигновение на человека и человечность, через так называемое трансформирующее событие или трансформирующее событие. событие тянет ли COVID-19 на такое трансформирующее событие? Да, тянет. А кто про необходимость подобных событий говорил и говорит с наиболее людоедской страстностью? То есть сразу и про то, что нужно трансформировать наше событие, оно вскрутит всех под американское господство, и что это событие может быть биологическим и должно быть биологическим. Кто про это все сразу говорит с наиболее людоедской страстностью из людей, имеющих в своем распоряжении не только возможность говорить, но и нечто совсем другое? Попытаюсь ответить на этот вопрос с той конкретностью, которую взыскует нынешняя и впрямь чрезвычайная ситуация. Субтитры создавал DimaTorzok